В парке на Соборной начался демонтаж старой плитки у часовни в честь 900-летия Рязани. На ее месте будет уложено новое. Работы должны завершиться до конца июня. Надо сказать, по мнению экспертов, внешний вид памятника долгое время не был доведен до логического завершения. Согласно авторскому проекту, на гранитных постаментах, расположенных в нишах по углам часовни, должны были разместиться трехметровые бронзовые фигуры рязанских святых. Это княгиня Евпраксия, князь Роман Рязанский, князь Олег Рязанский и Василий Рязанский. То есть четыре святых. Но, как мы видим, скульптур до сих пор нет. 25 лет прошло. Причина банальна, как всегда, денег не хватило на это. Но сейчас, тем не менее, эти ниши украсили. Насколько я помню, в прошлом году сделали такие мозаичные изображения тоже рязанских святых. Надо отметить, что этот уникальный памятник объединяет в себе основные вехи истории Рязанской земли. Каменная часовня выполнена в шатровом стиле. В ее позолоченном куполе угадывается символический шлем древнерусского воина. Кому-то этот образ напоминает очищающие пламя церковной свечи. С четырех сторон часовня украшена памятными табличками с краткой историей Рязанского княжества. Однако одна из них, по заверению экскурсоводов, является легендой. Она касается истории про подьячьего Крикутного, который якобы совершил полет на воздушном шаре в Переиславле-Рязанском. Эта история была придумана Александром Сулакадзевым, собирателем древних рукописей и манускриптов, и сыном известного рязанского губернатского архитектора Ивана Сулакадзева. У него действительно была очень богатая коллекция разных рукописей, но, видимо, тщеславие не давало ему покоя. Ему хотелось, чтобы его коллекция была абсолютно уникальной. Поэтому он в одно прекрасное время решил взяться за подделки. Одна из историй, которую он выдумал, подделал, собственно говоря, это была история про того самого подьячьего Крикутного, который в Переиславле-Рязанском надул шар дымом поганым и вонючим, как там писалось, и с колокольни сиганул вниз и пролетел какое-то расстояние. И долгое время эта история считалась за правду. Но в середине 20 века историки выяснили, что это подделка. Поэтому, читая памятные таблички об истории Рязани на часовне в честь 900-летия нашего города, надо понимать, что одна из них всего лишь отражает легенду. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...